Сейчас давайте будем знакомиться. Скажите, все-таки, как вы называетесь? Мы не знаем. Вы не знаете? Когда вы приходите? Молодежное телевидение. Молодежное телевидение. Замечательно. Скажите, зачем вам вообще оно нужно? Ну, зачем вы сюда пришли? Сегодня у вас свободный день. Можно сейчас на улице очень хорошо, тепло. Это интересно. Это интересно. Давайте так, вот вы сейчас познакомимся. Вы говорите имя, чтобы я тоже немножко вас запомнила. И потом в конце я тоже представлюсь. И зачем вы сюда пришли? Наталья. Наталья? Я сюда пришла и хожу, так как это мне очень нравится. Очень интересно здесь. А что конкретно интересно? У нас дружный коллектив. Мне очень нравится общаться с ними. Преподаватель у нас тоже очень хороший. Меня это всегда тянет, так можно сказать. Почему вы именно пришли в молодежное телевидение? Здесь же в любви много очень объединений. Ну, нет, очень много телевидений. Само по себе им нравится. Я наше сомнение. Ты планируешь работать в телевидении? Да, планирую. Планируешь, да? Замечательно. В Лопотласском или на Центральном? Это получится. Это получится. Хорошо, Наталья. Спасибо. Меня зовут Влад. Пришел сюда, не знаю, проверить, что свои силы. Я как бы звукорежиссер. Поработать с этими сюжетами плюс. Пообщаться с ними. То есть у тебя опыт уже есть, да? И ты пришел немножко поднакопить. Вот это, кстати, очень замечательно. Потому что если вы все время будете учиться, вот многие научились и говорят, а я теперь все знаю и умею. Еще Сократ сказал, да? Я знаю, что я ничего не знаю. Поэтому все знать абсолютно невозможно. Влад, очень приятно. Ну, зовут Даша. Ну, пришел научиться работать с видеообработкой. С видеообработкой, да. То есть у тебя опыт съемки уже есть? Не, не съемки, а именно монтирование. У тебя есть опыт монтирования? Ну, как бы опыта мало особо вообще так. То есть ты где-то брал видео и пытался что-то сделать? Да, узнал так. Так, Паша, приятно очень. Меня зовут Надя. Ну, я вообще-то пришла в пресс-клуб «Алион». Я хочу быть журналистом. Ну, вот газетный не снимаешь. Газетный, да? Да. То есть съемка тебя не интересует? Ну, интересует, но не настолько. Да, вы знаете, что если вы будете газетными журналистами, то потом легче. Например, если понадобится сделать видеосъемку, это гораздо легче, чем наоборот. Если вы будете видеооператорами, например, все, да, то в журналистику вернуться очень сложно, потому что это совершенно два разных навыка. Поэтому я думаю, что тебе это пригодится. Повтори, как зовут еще раз. Надя. Надя. Итак, Надя, очень приятно. Меня зовут Татьяна. Я пришла сюда. Я должен был научиться редактировать текст для телерепортажа. И хотела бы себя попробовать в роли ведущего. Так, замечательно. На. Татьяна. Татьяна. С девочками хуже как-то запоминается. Мальчиков мало, поэтому их быстрее запомнили. Значит, Надежда, Татьяна, Наталья, Влад, Паша. У нас есть еще две гости, которые решили у нас сегодня постоять в дверном проеме. Представьтесь, пожалуйста. Лена Карелина. Так. Значит, я как раз являюсь одним из руководителей молодежного телевидения. Тоже, если честно, мне кажется, что я этим занимаюсь, потому что мне тоже хочется научиться. Потому что, да, ну это постоянный процесс обучения происходит не только, когда сам чем-то обучишь, а в первую очередь от ребят, да, то есть они дергают, что-то хотят узнать. И приходится постоянно добавить какую-то другую новую информацию для лекции. И вот, взаимообучение происходит. Так, Елена, очень приятно. Так, и я уже познакомилась с этой девушкой. Сейчас попытаюсь воспроизвести ее имя. Елена Сергеевна. Пожалуйста, а Вы что здесь делаете? Я являюсь специалистом по работе с молодежью этого молодежного центра. Так, понятно. То есть она у нас сегодня контролирует процесс. Так, ну и у нас есть оператор. Анжела, поснимай ее, пожалуйста. Пусть она несколько слов. Меня зовут Даша. Я пришла сюда, чтобы научиться снимать. Еще думаю насчет профессии. Может быть, обучаясь здесь, я смогу поступить на видеооператора позже, потом. Замечательно. То есть ты уже планируешь карьеру строить в этой сфере? Супер. Ну а теперь дошла очередь до меня. Поднимите руку, кто меня знает. Кто меня хоть один раз видел в городе? В ВКонтакте, да? В ВКонтакте не видели. Значит, меня зовут Наталья Невзорова. Я предприниматель. Работаю я в сфере предпринимательства 2003 года. У меня два бизнеса. Один бизнес – это сетевой. Я директор компании «Рифлейм». И второй бизнес – это традиционный линейный. И сейчас я запускаю третий бизнес. Это информационный. Поэтому у меня есть небольшой опыт, потому что я не могу сказать, что я опытный бизнесмен с точки зрения отрезка времени. Все-таки 7-9 лет. 9 лет я в этой сфере, но больше, конечно, я опыта имею в сетевом бизнесе. Традиционный бизнес – это мой офис, который находится в центре города Новоначарского, 10. И сейчас я запускаю информационный бизнес. У меня есть канал, который называется Нена ТВ. И вы наверняка на нем побываете сегодня. Можете записать, значит, как найти его в интернете. Потому что там цель моего канала – это знакомство с креативными, творческими людьми нашего города. Это новости. Нет, чернуха, знаете, как говорят, то, что плохо у нас, да? Там грязь, там грязь. То есть у меня на блоге, на блоге, вот там у меня фотографии. Там грязь, там грязь. А вот на этом канале все должно быть замечательно. И сегодня мы с вами будем интерактивно. То есть мы уже начали брать интервью. Вы уже заметили это, да? То есть я уже вас проинтервьюировала. И мы сегодня будем учиться с вами, как делать видеоинтервью. Потому что этим я занимаюсь уже практически с сентября месяца. То есть с сентября месяца я беру интервью предпринимателей города Котласа, у творческих людей города Котласа. Я вам немножко фишки всякие разные расскажу. И вы сегодня попробуйте друг у друга взять интервью. Мы запишем, и потом я смонтирую это все. А может быть даже кто-то из вас захочет смонтировать этот видеосюжет, попробовать себя. То есть мы сделаем так. Мы... Я отдам вам материал. Вы смонтируете сами, да? Сделайте сюжет. Я сделаю сама. И мы посмотрим, какой будет лучше. И такой выложим. Хорошо? Хорошо. Так. Значит, у нас Даша, наверное, устанет держать камеру. Поэтому мы сейчас будем вообще учиться работать с камерой тоже. Вам придет, как мне сказал Михаил Викторович, придет камера профессиональная. Она немножко круче и чуть-чуть побольше, чем эта. Но для того, чтобы научиться с профессиональной, нужно начинать с чего-то. Значит, самое первое, что мы будем учиться сегодня, это ставить штатив и ставить штатив на камеру. То есть первое задание, знаете, как делать. Значит, у меня к вам просьба не сломать штатив. Значит, в это время, пока вы будете ставить штатив, я... Значит, давайте засекем время, чтобы долго это не делать, да? Кто возьмет сейчас на себя ответственность? Кто? Я. Так, журналисты. Значит, у нас команда журналистов и репортеров. Так, пожалуйста, помогайте ей. У меня же ставить. Нет, я думала засечь. Засечь. Засечь время. Так, я даю вам штатив. Вот вы сейчас, одна команда. Ваша задача поставить сначала штатив, потом прикрутить к нему видеокамеру. То есть камера в это время работает. Значит, Даша пока снимает. Вы ставите, потом камеру ставите и уже сделаете так, чтобы она была статичной. Держите. Держите. Не знаю. Не знаю, как хотите. Можете на столе. Главное, чтобы это было видно. Камеру прикрутить. Вот смотрите. Опа-на! Система работает, да? Магия. Так, супер. Музыка пусть играет. А то я мне плана. У меня есть магия. Ой, беду. Камеру? Короче. А нет? Значит, нам нужно подготовить место. Здесь елки. У нас должно быть два стула, на которые должны быть направлены камерой. Что там надо? Мне кажется, с другой стороны. Не вот так. Нет? Давайте вот сюда. Нет, это письменька ничуть. Она с другой стороны. Она с другой стороны, это по-любому. Это с другой стороны. Очень белая камера. С другой стороны. Когда ты признаешь, это поздно уже было. Я с маленькими камерами не верю. Нет, она не стоит. Вот, а переверни ее. Подсказка. Вот эта часть снимается. А, магия. Да. Система, кукиш. Да. Неправильно. Верни. Молодец. Ну, давай, иди. Все. Девая задача, сделать репортаж. Как можно больше. То есть, репортажник, он снимает все. Снимает много. А то, Марина, уже уберет. Уберет. Смотри, чуть-чуть прижимаешь, пока. Держи пока. Так, смотри, сейчас она. Чуть-чуть. Починай. Она, кстати, снимает. Сейчас, видишь, у тебя фиксировка появилась. Я сказала, зелененький квадратик. Видишь, можно снимать. То есть, он сфокусировался уже. Так, теперь смотрите, камеру вы поставили, но... Давайте выберем место съемки. На фоне чего мы будем брать интерьер. На фоне фибра. На фоне желтой стенки. На фоне желтой стенки. Значит, нам нужно поставить там два стула. Два стула. А камеру туда. А камеру поставить туда. И еще... Для безопасной переноски. Ясно. То есть, давайте... Значит, раз Фаша у нас... Я? Паша оператор. Значит, он у нас сегодня будет главный оператор. Э, оператор. Даша будет у нас таким, знаете... Что же вам? Нет, она будет переносить. Если нужно будет снять камеру, она будет снимать движущийся репортаж. А Паша будет снимать статистически. Я только верну. Так, теперь видишь... Обрати внимание, какая ошибка. Какая? План большой не работает. Очень большая высота. Высоту на отрегулировку. Значит, плюс регулировка. То есть, если ты снимаешь дальний план, то нужно отрегулировать, чтобы он был весь виден. О, я вот с этой, я хотел спросить, кнопку просмотреть. Да, да, да. Так, а вот эта штучка... Да, да, а вот эта штучка делается вот так. Идите, я вас покажу. А, то ли я нахожу, да, вот. Идите, прикрепляйте. Да, да. Значит, нужно поставить башульчика и делать так, чтобы у вас уровень был. Мы их снимаем. Фоткай, вот. Погажи, ты круче. Так, еще подскажу один, да, момент. Здесь есть такой рычажок, да, и можно поднимать вверх и вниз. А, а вы что сразу не сказали? Это было бы намного проще. Значит, теперь смотри, видишь, она немножко скрипит, поэтому чуть-чуть, может быть, ослабить здесь. А, там самим магическим рычажком. Да, вот чуть-чуть здесь, чтобы она полегче ходила, если ты будешь... А, то есть, чтобы это лишняя штука? Да, потому что она, когда скрипит, слышно записывается. Это вот эта штучка, да? То есть, вообще штативы бывают разные. Это не самый дешевый, но не самый дорогой штатив. То есть, такой средний, чтобы дешевый. Если вы будете выбирать штатив, то берите штатив не самый дешевый, потому что самый дешевый очень сложно будет отрегулировать и высоту вам, и... Последняя стоимость. Ну, вот он, по-моему, по-моему, 3800, где-то так вот он стоит. Может быть, 2500, но не больше. Я не могу сейчас сказать больше. Так, ну что ж, мальчики увлеклись, значит, вы меня так и не услышали. Значит, мы выбрали с вами место для интервью. И нужно настроить камеру было так, чтобы мы поставили... И совсем убрызло. А к ней я просто показать, как мы там... Ну, сколько ни красиво. Да. Так, давайте посмотрим на окружающее пространство. Потому что, видите, когда вы выстраиваете картинку, это все равно, что фотограф должен сделать так, чтобы в кадре ничего не было лишнего. Стол, стул, 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 стул. Кина. Все лишнего. Ну, много у тебя лишнего, по сути. Можно приблизить там. Ну да, мне кажется, вот лучше вот эту... Вот так вот, немного. А не легче сделать, сидя их за столом. Нет. И, короче, Наташа, может этот стул немного... Там нету ли? О, имеешь, могешь. Так, теперь смотри, вот у тебя стенд голубой. Как ты считаешь, вообще он нормально у тебя тут вписался? Вписался? Да. Вот, если так будет было, вот тогда круто. Значит, тогда, может, стоит брать не сидя, а стоя? Можно брать. Это первое, да? Второе. А может быть, их сдвинуть чуть-чуть правее, чтобы они хотя бы на фоне... А, то есть я могу хоть куда выбирать? Конечно, да. То есть ты можешь... Ты оператор. То есть ты должен посмотреть... Круто было бы вообще вот их за столом. Почему их нельзя садить за стол? Как вы думаете? Потому что свет будет падать прямо в камеру. А должен падать куда? На них. И в лицо. Значит, если света не хватает, нужно включить искусственное освещение. Потому что если у интервьюируемых, у меня такие были ситуации, когда мы приходили, например, к предпринимателю в офис снимать, и у него нет окон в офисе. Ну, вот бывают такие офисы, да? Значит, приходилось... Ну, вот, например, на Европе Плюс нет окон. Такое помещение у них есть, да? Значит, и мы снимали. Важно очень было, чтобы свет падал именно на лицо. Иначе будут вот такие вот мешки под глазами. Очень будет некрасиво. Поэтому нужно посадить так интервьюируемых, чтобы у них свет падал на лицо, и плюс, чтобы их было видно и красиво была картинка. То есть это вот целое искусство. И здесь должен работать человек, который видит. Вот иногда, знаете, бывает, фотографии делаете, сфотографировали, а совершенно не посмотрели, что у женщины там, например, кок, волос торчит в сторону, да? Или у мужчины там галстук на боку. Бывает такое, да? Когда вы сфотографируете... Возможно, в случае есть фотошоп. Галстук, например, очень сложно в фотошопе сдвинуть. Поэтому ваша задача сейчас вот эту картинку сделать, чтобы она была красивой. Красивой? Ну, тогда вот они пусть немного пролзвинутся, это будет подача света, но будет нормально. Улыбаемся и машем. Можно так. Можем взять интервью, чтобы он был. Я вашу хозяйствую. Так, значит, вот смотрите, молодцы. В принципе, картинка сбалансирована. И у нас фотограф, фотограф снимает процесс, он снимает все абсолютно, что происходит, как можно больше кадров, потому что потом будем выбирать удачные. Значит, Паша, фотографировать на камере. Вот кнопочка. А это обязательно, ну, сначала запись установить? Нет, не надо, во время записи нужно. Ладно, смажем. Все. А сфотографируется? Да, она сфотографируется. Достаточно одного нажатия, потому что если два нажатия, это будут две фотографии. То есть ты можешь, если какие-то удачные кадры будут, то же самое с фотосъемкой. Надо приближать, если у тебя главный герой, это люди на фотографии. Вам вообще надо курс у моего мужа взять. У меня муж фотограф, очень известный в городе. У него в прошлом. У меня вне. Сергей не слышит. Нет, Александр. Да, и вы можете попросить, он вам проведет занятие по правильной фотосъемке. Потому что в этом он специалист. Сейчас картинка более-менее нормальная. Значит, что бы я еще, конечно, сделала? Я бы, конечно, убрала от стенда людей. Это раз, да? Потому что, видишь, он у них головами висит, как дамоклов меч. Ну, это пока не сделать. Да. Ну, можно почему там на уголок можно сделать? На уголок там как-то нет. Там этот уже будет заходить. Не будет. Не будет. Видишь, у тебя с рекой ограничилось. Только рядом с ними пространство. То есть, в принципе, вы выполнили программу минимум на сегодня. Да? То есть, вы все подготовили к видеосъемке. Сейчас садимся за столы, будем записывать.